Всем привет на моем канале Sydney Online. Я сегодня вам расскажу о таком очень как бы актуальном насущном вопросе как стоматология и все что с ней связано в Австралии. Если вы только собираетесь приезжать в Австралию или вы уже получили визу, либо уже даже купили билеты, что я вам порекомендовал сделать это сходить к стоматологу, полечить все возможные зубы, полечить все пломбы, может даже открыть, пересмотреть старые пломбы и вообще привести свои зубы просто в идеальное состояние, потому что услуги стоматолога в Австралии стоят очень дорого. Для примера я скажу например сделать какую-нибудь обычную пломбу будет стоить вам от 150 долларов как бы за одну штуку, если не дай бог вам придется прорвать зуб, либо лечить каналы, то это обойдется уже в кругленькую сумму. Скажем так, что лечение зуба с лечением каналов, скажем если у вас какой-то там зуб воспалился и приходится делать лечение каналов, то есть удаляют нервы, либо их просто лечат, либо что-то такое, то есть за один канал берут где-то в среднем 900 и выше долларов. То есть если у вас зуб четырьмя корнями, как бы четыре канала надо лечить, но считайте 3600 долларов вам надо придется будет отдать только за лечение каналов, плюс если ставить пломбу, либо наращивание зуба, то вам все четыре, а то и пять тысяч идет только на лечение одного зуба. Порой даже стоит задуматься, если стоит полечить один зуб, который обойдется возможно в 4-5 тысяч долларов австралийских, возможно будет как бы выгоднее даже купить билет и слетать к себе на родину, заодно навести своих друзей и родственников и полечить на эти деньги даже не один, а возможно даже все зубы, с которыми есть проблемы, либо которые могут случиться. Также меня спрашивают по поводу брекетов, которые я ношу. Эти вопросы как бы поступают достаточно часто и спрашивают сколько это стоит, выгодно ли ставить в Австралии, есть ли у меня уже стоит система, что мне делать в Австралии и где ее снимать. Скажу так, что в Австралии ставить эту систему очень дорого, на одну сторону, на верх, либо на низ установка будет, начинаются цены где-то 3-3,5 тысячи и выше. То есть на две стороны, чтобы поставить системы, цена в 7-8 тысяч долларов, это, скажем, нормальная такая цена. Если вы готовы ее платить здесь, то пожалуйста, но я считаю, что есть возможность поставить ее где-нибудь в своей стране, это будет дешевле. Что делать, если вы ее уже поставили и находитесь в процессе середины, либо завершения? Ничего страшного нет. То есть в Австралии вы можете с ней свободно ходить, если что-то случится, думаю, один визит к врачу, картодонту, который поможет что-то справить, будет стоить порядка 200-250 долларов. Но это выгоднее, чем лететь обратно в свою страну и заниматься этим вопросом. Если же вы хотите здесь поставить одну сторону, а одна у вас сторона стоит, тоже проблемы нет. Это как бы, как я сказал, будет стоить от 3,5 тысяч долларов за одну сторону. Если вы уже сюда прилетели и вы в процессе завершения, и вам надо будет через какое-то время снимать, то это будет в среднем где-то полторы тысячи долларов, чтобы снять полностью две вверх и вниз. То есть что эти стоимости входят? Как я узнал специально от своего ортодонта, это входит как бы снятие, это входит, опять же, это, скорее всего, по договоренности установка или, например, permanent retainers, такие штучки, которые клеятся с обратной стороны и держат зубы уже в правильном положении, либо изготовление retainers, которые, как капа, она девается на ночь и вообще выходится, чтобы зубы обратно не возвращались в первое исходное положение. Потом в это входит, как я уже сказал, снятие самих систем, полировка, то есть убирается клей, который остался, и чистка зубов от налета и камней. То есть вот эта где-то процедура занимает от полутора до двух часов на две стороны и стоит полторы тысячи австралийских долларов. Ну, как бы цены это примерные, плюс-минус. Но думаю, они везде одинаковые. У меня получился такой случай, что одну систему, то есть верхнюю я ставил, еще будучи в Украине, потом я замотался туда-сюда, получил визу, переезд, и вторую, нижнюю часть я не успел поставить, и нижнюю часть я уже как бы ставил в Австралии. Мне это обошлось с 3,5 тысячи австралийских долларов. Как обещает мой ортодонт, возможно, через 2-3 месяца процедура лечения уже закончится. Я имею в виду нижнюю часть челюсти, которую система осталась здесь, верхнюю еще ставил, будучи в Украине. И надо будет снимать. То есть, как снимается, сразу две стороны, так как и ставится. Все ортодонты не рекомендуют, скажем, поставить одну сторону, потом снять, потом вторую. То есть, лечение должно быть обеих сторон, и сниматься должны тоже сразу две части, верхняя и нижняя. Ну, у меня так много, что все замоталось, и верхняя челюсть у меня уже давным-давно лечения закончилась, но я ее не снимал, потому что не закончилось лечение нижней челюсти. Я очень надеюсь, что через пару-тройку месяцев уже лечение закончится, и, наконец-то, мне снимают мои braces, которые я ношу уже достаточно долго. Значит, нижняя челюсть у меня стоит где-то уже чуть больше года, год и месяц. Верхнюю я хожу достаточно долго, я думаю, больше трех лет. Вот это 3-3,5 года. Если ходить больше, ничего страшного нет. Я думаю, как мне говорит ортодонтист, что это даже лучше. Зубы дольше держатся в нужном положении, и, возможно, потом они обратно стягиваться, не захотят, либо будут прикладывать меньше усилий, чтобы обратно встать в первоисходное положение. Скоро это видео через пару месяцев, я уже буду без braces, буду с прямыми белыми зубами, с голливудской улыбкой, и надеюсь, вам это понравится. Вот видео подошло к концу, я думаю, на этом стоит закончить. Если вам видео понравилось, или вы считаете его полезным, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и оставайтесь в курсе. Пока!